В эфире Тогова информационная программа в студии Алена Куклева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Николай Валуев поддержал рязанских охотников. Они добились отмены создания ухорского заказника. Мероприятие, по праву ставшее визитной карточкой региона, в Рязани проходит 15-й международный фестиваль воздухоплавания «Небо России». Запретить людям проезжать к своим домам. Одна из улиц поселка Заборья оказалась в собственности санаторий, и теперь местные жители не имеют к ней доступа. Попрошайки, отчаявшиеся люди или находчивые бизнесмены. Но людей с протянутой рукой на этой неделе внимание обратила власть и полиция. Рязанские охотники добились отмены создания ухорского заказника. Круглый стол посетили зампредседателя комитета Госдумы по экологии Николай Валуев и представители власти и охот сообществ. За столом представители охот сообщества и представители федеральной и региональной власти. Такого открытого диалога в регионе не было давно, а проблемы и вопросов накопилось много. Это и браконьерство, и леса, захламленные мусором. Но на повестке дня – создание ухорского заказника. Вокруг создание особо охраняемой природной зоны на территории четырех районов области скандал разгорался с начала года. На первый взгляд, благая идея охраны природных объектов вызвала серьезный отпор охотников. Именно они выступили против, испугавшись, что указанная территория из общедоступной станет частной. А охота здесь продолжится, но только подпольная, элитная, как говорится, для себя и сильных мира сего. Это какая-то цель охоты для избранных и служит целью создания таких особо охраняемых природных территорий. Потому что охотпользователь сам может запретить охоту, сам может вывести эту территорию. Если он увидит, что действительно эта территория нуждается в повышенном внимании и в охране, он просто вводит ограничения охоты и не пускает туда охотников. Но он это делает в целях всего охотничьего хозяйства, а не выбирает какие-то отдельные участки, наиболее значимые для кого-то. Наибольшую пользу для сохранения видов как охотничьих, так и неохотничьих, дикой природы оказывают именно охотники. То есть именно они охраняют эти виды именно для того, чтобы использовать их. То есть мы не выбиваем все. Мы берем ровно столько, сколько нам разрешено законодательством. Рациональное использование или охрана ради охраны. Под этой замысловатой формулировкой кроется старая проблема. Кто в состоянии защитить представителей флоры и фауны области лучше? Государство или сами охотники? Охраной своих территорий мы занимаемся сами и не в ущерб животным. В прошлом году мы могли подать заявку на добычу 90 лосей. Мы подали только 61. Мы максимальные квоты не изымаем. То же самое с косулей. В этом году мы могли подать заявку на добычу 144 голов лосей, но подали всего на 92. Соответственно косули могли подать 176, а подали 88, всего 50%. Это уже говорит о том, что охотники сами заинтересованы в охране и увеличении численности животных. Охотники области объединились против создания заказника. Письма в правительство области и даже страны. На возражения отреагировали. Обсудить проблему в Рязань приехали зампредседателя комитета Госдумы по экологии Николай Валуев, президент Ассоциации Росохот рыболов Союза Татьяна Арамилева и эксперты. И пример того случая, когда совместные усилия дают результат, а власть идет навстречу. Сегодня случился. Принято решение об отмене организации ухорского заказника, а также о создании в области общественного совета охотников и рыболовов. Неравнодушных охране природы, как показал круглый стол, много, а проблемы, которые предстоит еще только решить, масштабные. Это и борьба с браконьерами. По-прежнему серьезная угроза животному миру. Их количество увеличивается с каждым годом. И есть понимание, что это касается не только непосредственно Рязанской области, это, скорее всего, касается всех субъектов Российской Федерации. Именно поэтому мы тянуть с организацией рабочего стола, который при Государственной Думе обязательно соберется, именно вот мы посвятим этому вопросу. Для того, чтобы действительно не допустить разгулы браконьерства не только в угодных, но и вообще в принципе в субъектах. Потому что вы же знаете, что и в особо охраняемой территории браконьеры заезжают регулярно, и там происходят делоправные действия в отношении животного мира. Охотники также обратили внимание власти на вопросы защиты животного мира, сохранения штата инспекторов по надзору, а также мусор, которым захламлены леса региона. Его, кстати, охотники готовы собирать сами. Мероприятие по праву ставшее визитной карточкой региона. В Рязани проходит 15-й международный фестиваль воздухоплавания «Небо России». В эти дни горожане могут видеть редкое и красивое зрелище – застывшие в небе воздушные корабли. Свидетелями небывалого фантастического по красоте и грандиозного по масштабам события смогли стать рязанцы, которые решили вечером во вторник 8 августа прогуляться возле Кремля. Огромные воздушные шары, буйство красок и мощь, дух свободы и романтики наполнил пространство вокруг сердца нашего города. О такой картинке мечтали, пожалуй, даже те, кто постоянно следит за воздухоплаванием и уже видели многое. Мы попали на историческое место. Мы мечтали об этом последние 27 лет. Чтобы эту полянку нам открыли. Знаете, сколько народу? Соборолись удобно в центре города. И сам, куда ни посмотришь, история. Тысячелетняя. Тысячелетняя история. В небо улетели более 20 воздушных шаров, подвосторженные вздохи и крики рязанцев, оставляя на земле сотни счастливых лиц, вызывая улыбки у взрослых и детей. Это ли не есть настоящее волшебство? В общем, сегодня будет хорошо. Удачного полета. Спасибо. В нынешнем году на чемпионат России прибыли пилоты из 12 регионов. 45 экипажей, из них 28 – участники чемпионата. Среди аэростатов много привычных рязанскому глазу, ежегодных участников неба России и немало новых, никогда не бывавших в нашем регионе. Аэростат «Зеленый сад» впервые поднялся в облака и проплыл над Рязанью в 2009 году. С тех пор этот шар – неизменный участник и спонсор фестиваля. За свою историю шар успел попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Вместе с легендарным аэростатом «Рязань» «Зеленый сад» поднял в небо гигантскую георгиевскую ленточку. Стоит отметить, что компания, которой принадлежит «Оболочка», отличается не только заинтересованностью в развитии воздухоплавания и поддержке фестиваля, ставшего лицом нашего города, но и своей позиции в отношении экологии. «Зеленый сад» – единственный рязанский участник Российского совета по экологическому строительству. В этой связи не случайно заместитель председателя Государственной думы по вопросам экологии. Николай Валуев, прибывший в Рязань на переговоры с главой региона как раз касательно экологических вопросов, обратил внимание именно на этот аэростат. Никогда бы не подумал, мы, когда с семьей приезжали по Золотому кольцу, были здесь, в этом замечательном месте, но чтобы именно отсюда стартовали вот эти разноцветные, замечательные шары, ну я бы даже не мог представить. Сегодня летом, а у детей сейчас каникулы, самое лучшее время, наверное, организовать такой замечательный праздник. Поэтому организаторам за это огромное-огромное спасибо. Находясь напротив шара, зеленый, дальше вот надпись «Сад», да? Зеленый сад. В год экологии еще вдвойне приятно напротив зеленого сада находиться. С 9 по 12 августа утром и вечером состоятся спортивные полеты. Победитель соревнований станет обладателем Кубка Рязанской области и титула чемпиона России и получит возможность представлять честь страны на чемпионате Европы. И если для пилотов каждый полет высокая ответственность, то для рязанцев шанс каждый утро и вечер понаблюдать за прекрасным зрелищем, плывущими в небе воздушными кораблями. Информация о местах старта и примерные маршруты ежедневно появляются в социальных сетях. Следите за новостями и вперед в погоню за воздушными шарами. Запретить людям проезжать к своим домам. Одна из улиц поселка Заборья оказалась в собственности санатории. И теперь местные жители не имеют к ней доступа. Как могло такое произойти и что делать людям в таких случаях, разбиралась Ирина Ковалева. Санаторий Старица расположился в живописном месте на стыке двух поселков Солочи и Заборья. Попасть на его территорию через шлагбаум и ворота тем, кто там не отдыхает, довольно сложно. И вроде бы так и должно быть, если бы не одно «но». Дело в том, что на огороженной территории оказались улицы села Заборья, Октябрьская и Революции вместе с домами и проживающими там людьми. Конечно же, хозяин одного из домов Сергей Фролов, когда приобретал недвижимость в 2002 году, и предположить не мог, что в итоге в частные руки могут продать улицы. За красивыми словами номер кадастровый такой-то, территорию улицы революции Октябрьской просто-напросто потеряли. Но с тем, чтобы не ущемить наши права, в постановлении главы администрации было сказано, что установить обременение на эти улицы для жителей, проживающих на этой территории. По словам жильцов, все документы, подтверждающие, что данные участки были проданы с обременением, у них есть. И тем не менее, это не помешало суду вынести решение, по которому владелец одного из домов не имеет права использовать данную улицу не только для проезда на автомобиле, но и для пешего прохода к собственному дому. Причем о судебных заседаниях женщина даже не была извещена. Сегодня она уже опустила руки, а вот семья Фроловых, хотя на них пока в суд не подавали, не хотят мириться с такой ситуацией. Тем более, что и у них уже начинают возникать проблемы с проездом. Так, например, Мария Фролова, дочь Сергея, не смогла подъехать к дому из-за наваленного у забора хлама. Я вышла в гаражах, там, я не знаю, представители санатория были, и попросила убрать, хотя бы убрать какую-то часть, чтобы вот подъехать на машине, мне нужно было выгрузить сумки. Ко мне подошла женщина, как выяснилось впоследствии, это директор санатория Агеева Екатерина Валерьевна, и сказала, что они проводят инвентаризацию, убирать она ничего не будет. Семьей Фроловых собрано огромное количество документов, которые подтверждают то, что они имеют право пользоваться дорогой для подъезда к своему дому. В числе этих документов есть и ответ из администрации президента. А вот из прокуратуры, куда уже не раз обращались жильцы домов, оказавшихся в западне, шлют откровенные отписки. Наша телекомпания попыталась связаться с руководством санатория Старица, но директора не оказалось на месте. Попрошайки, отчаявшиеся люди или находчивые бизнесмены. Горожане уже привыкли видеть таких людей в транспорте, подземных переходах и даже на дорогах. Но людей с протянутой рукой на этой неделе внимание обратила также власть и полиция. Бродяжничество и попрошайничество во все времена считалось позорным. Никому не хочется отдавать честно заработанные деньги неизвестно кому и непонятно для чего. Сотрудники полиции города Рязани провели рейд с целью выявить таких попрошаек. Рязанские полицейские, откликаясь на многочисленные обращения граждан, во всех районах города Рязани провели профилактический рейд по выявлению лиц, занимающихся попрошайничеством. 8 августа в рамках рейдовых мероприятий сотрудниками полиции выявлено 11 граждан в связи с нарушением статьи 11.4 закона Рязанской области номер 182 ОС от 4 декабря 2008 года. Так, в железнодорожном районе сотрудники полиции обнаружили несовершеннолетних, которые заходили в общественный транспорт, представляясь волонтерами благотворительного фонда и выпрашивали пожертвования. Было установлено, что фонд с таким названием зарегистрирован в другом регионе. По предварительной информации организовывал деятельность подростков 29-летний житель Воронежской области. Официальный полностью офис, официальный полностью центр в городе Фонске. А в Рязани? В Рязани у меня находится Пушкина 7. Филиал? Здесь просто наши волонтеры откуда они от меня уходят и куда приезжают ингрессации. Все собранные полицейскими материалы будут направлены в администрацию города Рязани для составления административных протоколов и привлечения нарушителей к ответственности. В регионе растет статистика детской смертности. Беспечность родителей, которые оставляют малышей без присмотра, нередко приводит к тяжелым травмам и даже гибели. Полицейские призывают жителей области внимательнее относиться к своим и чужим детям, особенно в летнее время. Последний случай выпадения ребенка из окна был зафиксирован в Рязани на улице Новый. Трехлетний мальчик рухнул с высоты четвертого этажа, из-за чего получил травмы. Малыш сейчас в больнице, но часто такие инциденты завершаются трагически. И, как правило, происходит лето. Жара, окна в квартирах нараспашку. Именно потому, что случаи выпадения детей из окон стали явлением частым, сотрудники полиции уделяют еще больше внимания профилактике. За летний период, за прошедшие два месяца 2017 года, к сожалению, количество детей, которые выпали из окон своих домов, уже больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Я считаю немаловажным обратить внимание родителей на то, чтобы они не оставляли своих детей без присмотра, в особенности детей в возрасте от одного года до пяти лет. Потому что эти дети достаточно любознательные, но в силу своего возраста они еще не способны понимать всю опасность ихнего нахождения на подоконниках. Еще раз напомнить о том, что нельзя оставлять окно открытым, а ребенка без присмотра. Мы с инспектором отправились в одну из зельзанских семей. Общежитие в поселке Строители. Четверо маленьких детей. Небольшая комната на всех и, естественно, окно открыто. Вот я вижу, у вас окно сейчас открыто. Как осуществлять контроль за тем, чтобы детки не подходили к окну? И как пытаетесь снизить риск выпадения ребенка из окна? Смотрите за ними. Мы стараемся окно, чтобы было закрыто, проветрите. Так, то есть вот сейчас вы проветрите окно, после чего его закройте, да? Потому что понимаете, что дети маленькие, как бы достаточно любознательные, им интересно, что происходит на улице. Особенно, когда слышат, что там кто-то гуляет кроме них. То есть понимаете, да, ребенок, вот у вас стол стоит рядом с окном как раз. То есть ребенок может как бы залезть через стол на подоконник, после чего, как бы смотря вниз, может перевесить его тело, и он упадет вниз. Итаж у вас четвертый достаточно высоко. После такой беседы не только их мама, но и старшие дети будут внимательнее друг к другу, особенно к самым младшим. Ну, когда мама уходит, я с ним играю, но не подпускаю к окну. Но в каждую семью не пойдешь. Всем родителям лично не расскажешь о главных правилах безопасности. Полицейские раздают памятки и надеются, что в этом районе трагедии не произойдет. Но о том, что ничто не заменит любознательным малышам внимание и бдительность взрослых, важно помнить и понимать самим родителям. Две кражи, три угона и поджог автомобиля. И все за одну ночь. Скопинские угонщики на этот раз всерьез удивили полицейских. Четверо молодых людей обчистили несколько машин в Скопине, одну угнали и доехали на ней до Рязани. Подробнее об этой истории Роман Ворецков. 19-летний житель Скопинского района и его 16-летний приятель в ночь 10 августа решили навестить своего друга в Рязани. Добраться они решили на автомобиле, но не на своем, а чужом. Тем более, что один из молодых людей ранее уже был судим за серию угонов. Так что опыт взлома дал о себе знать. Правда, не сильно выручил. Угонщикам не удалось завести три автомобиля, и они их обчистили. Добычей стал ящик с инструментами и магнитола. А только четвертый автомобиль ребятам удалось завести. ВАЗ-2014. Забрав с собой еще одного приятеля, ребята выехали в Рязань. Примерно в три часа ночи компания добралась до своего рязанского товарища, и они вчетвером отправились колесить по городу. Но на этом они не остановились. Угонщики взломали очередной автомобиль, Жигули 6-й модели, и уже на двух машинах направились обратно в Скопин. Правда, не все машины доехали до пункта назначения. 14-я по дороге заглохла. А чтобы скрыть следы преступления, ребята вытолкали автомобиль в кювет и подожгли. В это время полицейские уже получили оперативно-розысканную информацию. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 кража и части 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Неправомерное завладение транспортным средством. Теперь молодым угонщикам светят до 5,7 лет лишения свободы. А руководство МВД России Паризанской области приняло решение наградить сотрудников Скопинского отдела МВД России за раскрытие серии преступлений по горячим следам. Горячая пора у пчеловодов. Они собирают урожай меда цветочных сортов. Из-за холодной весны и нежаркого лета эксперты прогнозировали, что пчеловоды этим летом рискуют и вовсе остаться без урожая. Село Высокое, Рязанская область. Здесь в тени деревьев располагается несколько десятков ульев. И за ними следят всего 4 человека. А в авангарде у них стоит Николай Фионин. Можно смело сказать, что это ремесло у него написано на роду. Его дед, отец и мать также были пасечниками. Этой профессии Николай полностью посвятил себя всего 6 лет назад. Он променял скучную офисную волокиту на свежий воздух и вкусный мед. Мне бы хотелось видеть результат своей работы. Когда делаешь отчет, ты понимаешь, что он, собственно, никому не нужен. Перекладываешь бумажки с места на место, имитируешь бурную деятельность, чувствуешь себя большим директором. Это, конечно, хорошо, но, собственно, мне это неинтересно. Во всяком случае, есть некий адреналин, что ли, некая гордость за те результаты, которые мы выдаем. Приятно создавать себя хотя бы хоть маленьким, но хозяином своей судьбы. Николай трудится на пасеке всю жизнь. И он нас уверил, эти пчелы правильные. Они могут сесть на ладонь, ползать по руке и приземлиться на микрофон. Николай предостерегает, перед летком лучше не остановиться. Через него пчелы вылетают и залетают в свой дом. Пасечник ответил и на главный вопрос. Какой он, этот дом? Кратко в двух словах. Это дно, это корпус, где в основном располагается гнездо пчел. То есть там живет матка, там выводятся молодые пчелы, детка. Там есть кормовые запасы. Всегда, как правило, должны быть. Вот это временная надставка, называется она магазинная надставка. И на улье она располагается только, если силы семьи достаточная, в мае и, собственно, до августа. Может быть, даже иногда до конца августа. Но дальше под крышник, крышка. Это, собственно, здесь в основном утепление и от дождя. Это прилетная доска. То есть, своего рода некая взлетная полоса для пчел. Кратненько в двух словах так. Каждый улей – это отдельная семья. Чужаков здесь не любят. Вот и сейчас можно увидеть, как пчелы расправляются с воровками. С каждого домика собирают несколько лотков с медом. Правда, в этом году с урожаем все не так сладко. У нас на пасеке, с учетом того, что у нас есть поля свои, засеянные высокоурожайными медоносами, наш урожай вдвое меньше, чем в прошлом году. Хотя пасека была сильнее. Сейчас у Николая всего 200 пчелосемей. А половина полей, которая ему принадлежит, засеянными медоносными растениями. Он реализует свой продукт во многих точках города, а также поставляет частным лицам. На всех его баночках красуется одна особенная фраза. Мне просто нравится эта фраза. Это фраза Салаухина относительно пчел и меда. О том, что мед, он также исключительен и уникален, как сама пчела. И это эталон вечной ценности наряду с золотом, алмазами, янтарем. В самом деле задача пчеловода не просто получить продукт, а не испортить его. Донести его в первозданном виде, в совершенном виде до любителей меда, до потребителей. Николай признается, он оптимист по жизни. Ведь наверняка большой силой воли стоило променять стабильную работу на непостоянный заработок пчеловода. Как бонусы – сладкий мед, свежий воздух и теплая погода. Нашей съемочной группе выпала прекрасная возможность вырваться из тесного и душного офиса. И попробовать вкусный и сладкий мед, которым нас любезно угостили. Этот мед у пчеловодов называется парной. Результат работы многих пчел за долгое время. Давайте его попробуем. Довольно вкусно. Вала негодования по поводу нового бренда Рязани уже схлынула. Однако известный рязанский художник-график, автор старого логотипа города Вадим Конопкин, увидел его только на днях. Мы поговорили с художником о новом бренде. Шумихи вокруг него, а также поинтересовались историей создания прежнего логотипа – знаменитых трех куполов 900-летия Рязани. На протяжении долгих лет главным символом Рязани была эмблема в виде куполов. Именно эти купола ассоциировались с нашим древним городом, его историей и культурой. Сейчас же идет активная разработка нового бренда, хотя многие, в том числе и автор первой эмблемы Вадим Конопкин, не понимают, чем плох старый символ, в который было вложено не только много труда, но и смысла. Появление кириллицы центром, которая была буква «Р», примерно в то же время, когда был основан наш город. Правление Олега Рязанского и символ города – собор Якова Бухвостова. В своей работе художник попытался все это объединить. Я просто все вот эти вот сопоставил, вот эти все элементы, которые имеют свое значение, свое начертание, свой смысл. И выстроился очень четкий ряд и по годам, и по графике. То есть я не знаю, как сейчас вот этот ряд сломать. Вот если люди сведущие, если они знают, если они хотя бы чуть-чуть погрузились в историю, просто это как будто судьбой дано, вот это сочетание вот этих символов. И вот я уже сколько лет с этим символом живу, да, ну, я всегда самокритичный. Я пытаюсь найти в себе и в своей работе минусы или, ну, найти то, что не укладывается в какие-то рамки. В данном случае я не могу их найти не потому, что я хороший, не потому, что там что-то такое. Просто это уже история. На основе исторических символов Вадим Конопкин выстроил современную форму, которая с его точки зрения не устарела и не устареет никогда. Ну, а по поводу нового бренда художник высказался довольно сдержанно. Увидел я его два дня назад. Я как-то не влазил во всю эту ситуацию, в деревне живу, сегодня приехал на два дня. Вот, и, в принципе, я бы не хотел выступать каким-то, ругать или хвалить и так далее. Я хотел бы, люди видят сами все. Я воздержусь от комментариев. Вот, и, ну, я бы такой знак себе бы не взял никогда. Вот и все. Тем более, что сейчас Вадима больше занимают собственные проблемы. Дело в том, что у известного художника, чьи работы не раз выставлялись, в том числе и за рубежом, собираются забрать мастерскую. Это помещение он получил в далеком 88-м году. Тогда он еще не состоял в Союзе художников России, и в получении мастерской ему помогала Надежда Чумакова. Здесь не было ничего, только голые стены и горы строительного мусора. Вадим с помощью друзей обустроил ее, а вот теперь он может все это потерять. Так сложилось, что я два года болел практически. В общем-то, я здесь не находился, то есть я не хочу все это, значит, рассказывать. Тяжело достаточно. И, естественно, я не работал все это время, не мог оплачивать эту мастерскую. И сложилось так, что наш Союз художников отвернулся в лице, значит, Анисимова Алексея. Никто не стал принимать в этом участие. Естественно, я должен за нее был деньги. Не знаю, там деньги, конечно, не такие уж большие, но так сложилось. И, конечно, я сейчас был бы рад, если кто-то мне в этом помог, чтобы эта мастерская за мной осталась. Вадим прекрасно понимает, что никто не обязан оплачивать, по сути, его долги. Однако, по его словам, инициатором изъятия и использования Вадима в мастерской выступил именно Союз художников в лице Алексея Анисимова. К сожалению, до Рязанского отделения Союза художников мы не дозвонились и не смогли выяснить позицию организации. А было бы интересно узнать, чем они руководствовались, внося подобные предложения. Сегодня Вадим Конопкин не хотел бы просить кого-то о помощи. И, тем не менее, если есть неравнодушные люди, любящие искусство и готовые поддержать, они могут связаться с художником через нашу телекомпанию. Рязанка получила грант на создание в городе граффити военной тематики. Напомним, граффити в центре города появилось этим летом на улице Радищева по инициативе рязанской молодежи. Теперь в течение года на главных улицах города появится четыре больших граффити-рисунка, каждый из которых будет нести информацию о конкретном событии Великой Отечественной войны. На свитере у Кристины знакомое всем нам изображение. Мелитон Кантария водружает флаг Советского Союза на Рейхстаг. Спроси любого прохожего, и он ответит, что это событие произошло 9 мая. Вот только случилось оно 30 апреля. Такая память людей на даты времен Великой Отечественной войны и послужила отправной точкой для нового проекта организации «Волонтеры Победы». Проект «Рисунки Победы» появился в головах «Волонтеров Победы» уже давно, примерно зимой. Но вот этим летом мы поняли остроту, что уже пора его действительно воплощать. А именно месяц назад, в июле 2017 года, мы проводили площадку «Волонтеров Победы», в рамках которой спрашивали горожан, просили их сопоставить важные события Великой Отечественной войны с датами. И к нашему, к сожалению, удивлению, большинство не смогло с этим справиться. И тут мы решили, что нужно восполнять такие пробелы в знаниях горожан каким-то необычным способом. И проект «Рисунки Победы» – это именно визуализация истории. В рамках молодежного форума «Таврида» проводился конвейер проектов, в котором мог поучаствовать любой желающий. Кристина поехала туда в первый раз. Всего было зарегистрировано 150 проектов. Из них допустили только 90. 19 дошло до финала. Благодаря слаженной работе организации, Кристина получила грант в размере 100 тысяч рублей на воплощение общей идеи. Пока точно неизвестно количество рисунков, которые украсят стены нашего города. Да и места для них также не выбраны. Сначала мы выбираем основные тематики, которые для нас, мы считаем, что они важны для освещения. Потом уже художники прорабатывают конкретные эскизы, после чего эти эскизы идут в народное голосование. Чтобы резонцы сами выбирали, что они хотят видеть на стенах в своем городе. Сердцем этого проекта Кристина называет художника Александра Демкина. Ему всего 23 года, но его рисунки уже можно увидеть на стенах нашего города. Один из самых известных – это рисунок ко всемирному фестивалю молодежи и студентов в городе Сочи. Правда, как признается Александр, большой свободы творчества там не было. Но в других творениях душу художника увидеть можно. Вложится он и в предстоящие рисунки. Хочется сделать это максимально убедительно. Реализовать этот проект так, чтобы люди, может быть, задумались. Особенно молодое, может быть, поколение, как-то посерьезнее к этому отнеслось. И отнеслись к людям, которые приложили руку к победе. Александр не любит разговаривать о еще незаконченных проектах. Поэтому задумку свою раскрывать не стал. Художник хочет создать рисунок, который заставит прохожего остановиться и прочувствовать всю его глубину. Остается пожелать организации удачи и надеяться, что проект будет реализован именно так, как он и задумывался. И на этом у меня все. Я напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте. Город62.тв Мы прощаемся с вами до понедельника и желаем вам хороших выходных. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Редактор субтитров А.Семкин